всем привет ребят это снова вы это снова я сейчас буду делать небольшое расширение вот такие рамки самодельные от слова полностью самодельный потому что сам делаю ващина своя и проволока своя короче полностью кустарное производство но оно рабочие это самое главное сейчас попробую слегка расширить семьи которые нуждаются потому что обещают неделю не очень благополучную пчелы много они поработали будут сидеть заниматься ерундой воли а сейчас я им дам немножко работы они за недельку отстроят вощинку и матка начнет ложить яйцекладку потому что пыльцы хватает перги они потихоньку набирают в рамки вот надо раскачивать потихоньку пчеломаты для будущего как говорится расплода сейчас посмотрим что у нас воли это нормальная семейка такая крепкая тут у старого утепления сейчас мы с вами посмотрим что тут и так кстати ставил я холстик вдруг меня попросил говорит надо холстики прополисные вот такие вот сейчас я подниму пчелу слегка чтобы она не волновалась поставил вот такие холстики вот ну потихоньку вот за неделю вот так отстраивает пчела холстик но надо чтоб недельки 4-5 побыло это полотно чтоб она хотя бы более-менее запрополисовано было так можно дать водички немножко кислотой ну вот смотрю пчелка тут обсиживает рамки я делал расширение но на перспективу сейчас отодвину рамочку посмотрим так вот тут нектарчик пчелка набрала уже тут тоже немного есть нектарчика расплод выйдет буквально через пару дней я смотрел по календарю вот они забили как пиргой смотрите видите рамку целую она можно сказать идет на выбраковку потому что пчела уже ее не будут заливать медом вот уже смотрю белеет соты красного такой расплод хороший видите на выходе вот надо пчеле дать стартануть все гнездо не буду раскрывать вот уже матка отсеяла тут прошлый раз ставил контрольную рамку сейчас ее погляжу для себя вот вот эту они начинают заливать вот и пергой застроили эту рамочку здесь вот такой расплодик красивый посмотрите почти на всю рамочку видите отлично сработала пчела я очень доволен здесь вот тоже такой расплодик принципе семья работает хорошо тут вот маточка засеяла яйцо тут вот залитая вся рамка нектаром вот свежим и раздуло очень сот его видите как вот это полнометная рамка блестит даже ближе вам покажу это новая его печатка вот если вам видно вот так переливается у рамка тяжелая на килограмма три хороших будет вот они уже взяли весеннего апрельского меда тут у нас расплод вот получается то рамочка вот это было поставлено на засев но они ее забили первой вот сейчас я беру вот такую рамочку беленькую вот с оттиском при вас ставлю и дадим пчелке пускай строит одна будет вощинка вот мы посмотрим что будет с этой рамочкой сейчас поближе поставлю камеру вот такое гнездо пчелы небольшое расширение вам показал сейчас зажимаем гнездо можно было бы дать еще одну рамочку но мы сейчас посмотрим с края если тёменькая не будет такая светло-коричневая вот я не знаю на выборковку шла выбирали они тут залитые можно попробовать дать вот эту рамочку еще если засеет пчела эти крайние его будут они заливать и они будут на выборковке вот этой хорошей рамочкой семья готова по сезону можно сказать крепенькая средняя семья такая расплод выйдет полностью и семья будет готова к старту сегодня у нас 13 апреля северо-восток беларуси и вот в таком состоянии пчелосемья раз-два-три-четыре-пять-шесть-семь-восемь-девять-десять-одиннадцать ну эти рамки не считаю это подставил на 11 улочка и забываем ставить вот такой палец кверху сейчас буду ребята эту семью расширять тоже ставил я им пленочку сейчас посмотрим как что тут не смотрел я порядка вот такое утепление тут средней силы семья такая есть парочка тут да одну площадку да мы попробуем поставить посмотрим чуть-чуть дымка да Так, тут немножко нектарчика не подлили. Тут перга у них вовсю, кстати вот старую рамку вот так надо обязательно распечатать, то они экономщики такие, что мед не хотят выбирать. Такой расплодик, о, хороший. Вот, не хотят они распечатывать старый мед. Это я распечатывал, они остановили рамки не хотят выбирать. Мостики уже строят, вот рамочка была поставлена, вот они потихоньку строят яйцо. Вот, ну в принципе вот сейчас сюда поставлю я рамочку с вощинкой и они отстроят. Тут тоже вот расплодик. Дальше гнездо не буду поднимать, ну ладно, вам покажу. Тут тоже расплодик вот такой. В принципе все хорошо. Хорошо. Рамочку поставим, пускай работа будет. Вот такая рамочка, своя овощина. Посмотрим через недельку, что с нее будет сделано, как они ее освоят. Вот так закрываю гнездо. Все, легкое расширение. Обрезаю гнездо. Все слегка поднимем. Ну вот так буду производить остальные расширения работы. Перепутал, ребята, семью, не собирался я ее расширять. Но смотрю, что она тоже требует легкого расширения. Все-таки на две рамочки расширю ее. Поставлю ей сушь старенькую такую, бэушную. Но, можно сказать, еще терпимую. Вот они мед не полностью выбрали, я им тут распечатывал. Но они уже рамку заполняют. Надо все-таки, чтоб они корма выбрали полностью. Осушили рамку эту, чтоб могли наполнять нектаром. Кое-где я вот так распечатывал, они выбрали. Потому что вот тут уже свежий нектар. Сейчас расширено две рамочки в семейках. Вот. Вот. Тут они полыбирали. Вот. По чуть-чуть. Выбраковывать будем вот тут. Девки-экономщицы не хотят медок выбирать. Вот. Где хорошо распущено было, там они хорошо выбрали. Вот так. Тут он расплодит. Тут у нас под первой они решили его обработать. Сейчас пока с краю вот эту рамочку поставлю. Что у нас тут? Тут личинка. Тут личинка. Тут личинка у нас. Так. Это хорошо. Хорошо. Тут вот немножко перги они почистят. Вот этой рамочкой расширю их. Вот. Тут у нас расплод тоже хороший. Вот они потихоньку выбрали. На следующей неделе будет порядком пчелы здесь. Расходы хватают. Так. Эту рамочку они забили корму. Ну уже начинает делать легкую побелку. Это видимо знак, что семья восстановилась и может смело уже оттягивать новую машину. Сегодня я даю машину более сильным семьям. Ну уже молодая пчела появилась уже побелку делает. В принципе мы закончили с этой семейки. Тоже вот ребята молодая семейка. По моему мнению она перспективная. А теперь можно попробовать ей дать одну вощинку. Сейчас мы ее посмотрим. Утепление заберем. Так. Слегка подымим. Это был отводок шестирамочник. Даже пятирамочник. Я его оставлял сначала на шесть рамок. А потом пришлось дать корпус десятирамочный. Сейчас я посмотрю, что тут может по-другому сделаю. Вот тут вощинку я крайнюю ставил, чтоб они оттянули. Вот так пчела сидит. Сейчас я посмотрю. Так. Немного сбрызну. Вот у нас они вот залили рамку. Тут еще не совсем. Когда полностью не распечатываешь рамочку, вот такие вот косяки бывают. И потом старый мед остается в рамке. Его надо вот так обязательно распечатывать. Я на прошлой неделе делал это, но видимо плохо зацепил края вот. Пчела. Ну вот побелочка свежая пошла. О, видите, еще раз покажу его. Печатка. Так, это медок у нас. Так, тут у нас личинка. Молодая. Так, тут у нас расплодик вот такой хороший. Все-таки ранний старт пыльцы дал свое положительное направление. в развитие пчелы. Большие сейчас даже не пятаки, а считай полноценная рамка. Расклода вот. Это получается уже, грубо говоря, третья. Тут вот. Оно с перга. Так, дальше. Пчелка ремонтирует рамочку. В принципе, дам еще одну вощинку. Вот тут они медком набрали. С первой. Нормально. Эту вот рамку я давал им осушить. Но мы ее полностью не выбрали. Как раз потом мед будут они вот заливать. Так, и вот эта крайняя рамочка тоже на обсушке была. И они ее потихоньку дополняют. Ну, в принципе, все нормально. Сейчас вощинку дадим. И они ее освоят. Вот. И тут у нас все супер. В принципе. Сейчас мы. Вот такую самодельную рамочку. Видите? Хочу вам показать и обратить внимание. Тут вот пластиковая моя веревка или проволока, как правильно называть. Вот так я степлером бью. Натягиваю. Ну, сам процесс я покажу. И своя вощина его с матрицы сделана. Силиконовая. Валиком катаю у меня на видео. И довольно неплохо его получается. Вот такую свежую рамочку. Сейчас мы подставим. Немножко гнездо сожму. Чуть-чуть. Вот так. Слегка. Подожму. Сейчас на рамку взлетаем. Вот так. Немножко. Хочу сжать гнездо немножко. Посильнее. Чуть поставить еще одну рамочку. И они будут отстраивать ее тоже. Вот так. И еще у нас получится. Эту рамочку они отстроят. вот так. И тут будет тоже раскладик. Все. И мы на две недели эту семью не трогаем. Грубо говоря. Вот так. она будет жить своей жизнью две недели. Все. Эта семейка подготовлена. Вот такие вот дела. Не забываем ставить вот такой палец кверху. Сейчас ребята эту тоже семейку расширю. Неплохая семейка. Вот. Она перезимовала в принципе удовлетворительно. Вот. Вот. Холстик вот такой тоже ставим я. Ну вот за неделю они вот так освоили. Так. Дымарья не взял. Пчела выкучилась. Сейчас мы ее сбрызнем. Так. Магазин снимем. Вот. Тут в принципе. Я какую-то рамку уберу. А поставлю вместо нее во сумму. Вот. Сейчас мы глянем в гнезде. По крайней рамки вот этой. Так. Вот такая вот рамочка. Темненькая. Мы ее уберем. Они ее как говорится почти выбрали. Ну а сейчас мы гнездок будем смотреть с вами. Так. Тут вот они медок потиху заполняют. Надо хорошо распечатать. Рамки потому что они плохо выбирают. Заливают, но пропуски вот такие остаются. Вот. Ну эту семейку можно было бы поставить в магазин, но не знаю, подумаю. Она в принципе уже готова стартануть. Если бы не погода плохая, она бы стартанула на этой неделе бы хорошо. Пчела немного набрала нектара. Уже взяток есть. Видно сразу. Так. Расплод. Так. Ой, эта рамочка вообще великолепно засеяна. Вообще от слова супер. Так. Многорадно тут. Опа. Какая красота. В принципе все классно. Так. Смотрим. Рамочку видимо давал свежую для засева. Вот тут личинка есть где перга. Тут личинка. Вот сюда вощинку сейчас поставлю. Дальше гнездо разбирать не буду. Такая своя овощинка пускай обрабатывает. Посмотрим что будет. Сейчас ребята посмотрим эту семейку. А точнее отводок прошлогодний. Маточка тут была перспективная. Сейчас посмотрим что тут у нас. Вот рамочку я оставлял видимо. Надо будет положить или что про запас. Хоть дедовский такой улей. Но он надежный. Вот такая вот семейка. Так. Сейчас я тут посмотрю что тут медок. Так. Так. Легко поддымлю. Видимо сироп поддавал я им рамка троху растеклась. Ну ладно. На край поставлю. Так. Загородка. Сейчас посмотрим что у девок тут. У меня одна старая недостроенная. Есть вощинка. Посмотрим как они ее обработают ради эксперимента. Ого. Тяжелая рамка какая. Это еще полнометная такая осталась у них. Надо будет дать распустителю. Тут наверное вот эту я медовую заберу. Пускай они потом распускают и выбирают. А то они захотят работать. Так. Тут расходик чуть-чуть. Тут вот нитка, а не расходика чуть-чуть. Пошли давать. Так. Что тут? Засела пока не видно. Маточка ничего не делала. Рамочка пока сухая. Так. Тут вот расходик есть. Маточка вижу бегает. Так. Желтенькая. Вот красавица. Так. Надо ее аккуратно пересадить. Так. Вот так. Пересажу ее. Эту рамочку мне надо подделать. В принципе нормально. Ну так. Тут вот медок, лектар. В принципе все хорошо. Ради интереса вот такую старую рамку поставлю. Посмотрим, как пчела будет ее строить в процессе потом. Все. Вот так оставляю ее. Синейка пускай развивается. А эту рамку за загородку поставлю. Будут выбирать пчелы. Держи. Подс Defence бы softer- hago. Будут выбирать эту рамку до боли. Совые. 肌 в тёт 턱е.